Это не просто детский конструктор, а важный складник новых технических прилад. Их створальниками з'являются дети, причем у взросл, в данном случае мягчимостей, не обмяжевывая. Дорослые тут будут только накеревывать у рациональной речище детскую фантазию и допомогать школьникам практично применять набытые виды, умения и навыки. Именно так будет строительный процесс в Дорогичинской школе номер один. А с открытием первого в районе Центра программирования и робототехники и качество набытого детям вырастет на несколько парадков. Этот конкурс мы выиграли благодаря тому, что вся школа участвовала в проекте. Сразу организовалась целая команда учителей инициативных. Это были учителя математики, физики, химии, биологии, трудового обучения, начальных классов, информатики, естественно. Удел и перемога в конкурсе «Хачу учиться» в STEM-классе, инициатором которого стали белорусские IT-компании, далее махчимость Дорогичинской школы трапит в десятку научных установ Украины, где на протяжении этого года открывались STEM-центры. У Брисской области ее нужно 8. Приятно, что сегодня и люди, которые, я говорю, этим серьезно занимаются, они понимают, что это надо развивать не только в крупных городах, а надо идти сюда. Так как дети у нас, те, которые живут, особенно в сельской местности, они, наверное, не менее талантливы, чем те, которые проживают в больших городах. А кроме информатики и робототехники, в Дорогичинском центре плануют проводить занятки, связанные с химией, биологией и физикой. У Сибакова развивать творчее мысление. Створить необходимые техничные махчимости традиционно допомогают спонсоры – резиденты Белорусского парка высоких технологий. Самый главный момент состоит в том, что это личная инициатива резидентов парка высоких технологий, наших айтишников, которые за счет, это очень важный момент, за счет собственных личных средств помогают системе образования, помогают детям. Это не по указке, не по закону, а что называется действительно по велению души и сердца. Мы увидели, что это очень хорошо работает, что как только появляется возможность, просто физическая возможность заняться робототехникой, программированием, с огромным энтузиазмом в это включаются дети и появляется, мы видим, что прогресс сразу начинается, то есть сразу улучшаются показатели на олимпиадах по робототехнике, начинают выступать дети из провинции на таких соревнованиях. Не смотря на то, что официально стем-центр открылся только сегодня, ученики Драгишинской школы уже демонстрируют выники своей працы. Один из наибольших удалых готовых проектов представил гостям 11-классник Яуген Кульбеда. Разом с наставником информатики он распрацовал практичную программу уліку школьного харчеванья. Я бы готов ее бесплатно своей школе отдать, но, допустим, в школе необходим сканер. Вот этот сканер стоит в районе 30 рублей. Причем, если добавить сюда батарею, чтобы он был переносной, ну, не считая корпусом, корпус может быть абсолютно любой, то оно может достигать до 45 рублей. Для школы я считаю, что это намного меньше, чем покупать какие-то системы у других компаний. Дякуючи тому, что IT-компании опекуны могут отсочивать выники своего укладу и допомогать наибольшадоранным и метанакерованным детям, можно сподеваться, что у Жени и остальных наведовольников центра з'явится додатковый стимул для развития и самоудосконаления. Такими махчимостями, поколь володают сдалеку не у все белорусские школьники. И стоит мета – это выправить. У Беларуси сегодня денежная каля 20 стым центров, але уже в наступном годе плануется открыть и аж еще 100.